Чтобы к детям приходил вот такой вот ты, ты на спортсмена вообще похож? Ты спортом занимался, кстати? Ну, как ни странно, но нет. Ну, ай, ну, честный. Вообще. Ни разу, ты похож на спортсмена такой, подтянутый такой. Рост у тебя какой? Как бы физически, как бы. Рост какой? Рост метр девяносто. Ну, спортсмен, стопотом спортсмен. Вот такой, выйдешь к детям и будешь говорить, здравствуйте, дети, я кололся. Сколько ты кололся? Я кололся немного. Ну, немного. Я даже ни разу не кумарил. Ну, хорошо, не кололся. У меня один раз была передозировка, я так сильно испугался, что бросил сразу, короче, кололся. Еще 4 года назад. Воня, а что такое передозировка? Передозировка, это когда у тебя, как бы, ты отключаешься, да, то есть передозировка наркотиков, то есть как я даже не знаю. Перебор. Перебор, то есть все. Ты стоишь на этой грани. Состояние ты умер. Состояние ты умер, а потом внезапно ожил опять. Это, наверное, то же самое, когда я тонул. Это, наверное, сходно с тем, что... Нет, оно безболезненное, это состояние. Оно тоже безболезненное. Я метров 20 от берега тонул в Севастополе. Метров 20, не больше. Ну, волна, так знаешь, забирает тебя, забирает. Забирает и уносит, и уносит. Это состояние безболезненное. Ну, у нас скуплива таких волн никогда не было. А что, и что? А она тебя забирает и забирает. Она уносит туда. Она тебя уносит туда, и ты видишь, что ты к берегу не херанее. Не полывешь, да, на месте. Да, на месте. Если бы на месте, она тебя забирает, и ты чувствуешь, что уходишь и уходишь. А на берегу стоят все твои кореша, там, с девками, и кричал. А я уже, знаешь, такие глаза перепугал, и я чувствую, что хана. Что меня уносит, блин, реально уносит. И уже на мое счастье, ну, короче, я уже там сознание потерял. Я уже сознание потерял в воде. На мое счастье нашлись таких два ванни под метра 90 рольтов. Не мои кореша, кореша так на берегу что-то там кричали. Но они, правда, слава богу, нашли таких пацанов, которые сдели или сказали, я не знаю, что в деталях. Ну, короче, спасли. Ваня, я категорически против, чтобы выходили вот такие нормальные ребята, как вы, и рассказывали детям. Если наркоманов пособить, вот, пособить их в ряд, и им рассказывать. Нет, ну, что, как бы... Есть шанс еще вылезти. Мы взрослые люди, да, мы понимаем, кому что нужно говорить. Если это дети, им нужно говорить о вреде наркотиков. Если это наркоманы, то им надо говорить о том, что ты можешь... Скажи, что ты скажешь детям? Ну, детям о вреде наркотиков можно им сказать. Какой вред они приносят. Да, ой, надо попробовать. Не, ну, то есть... Что-то я не верю этому дяде, что он вред приносит. А еще, не дай бог, ты скажешь, что я знаю... Нет, и это надо, это надо как-то вот, это, там, как подкреплять чем-то, вот, да. Видеоматериалами, фотоматериалами какими-то, к чему доводит, там, то есть, рак, спид, туберкулоз, не знаю, что вообще. Чтобы человек увидел, да, что с ним может произойти. Это же ребенок. Ребенок же боится, когда... Давайте, ну, ни в коем случае не говорить, что мы бывшие наркоманы. Нет, ну, это, как бы, каждому информация, она должна быть, как бы, и пища для каждого человека, она должна быть, ну, каждому своя. Понимаете, почему я говорю не говорить? Я понимаю, потому что человек, говорит, думает, что я могу поколоться, там, 5-10 лет, а потом отойти, да. А потом у него прекрасный один момент, например, эта дорога, или вечер, или что-нибудь еще, и он понимает, что уже отойти-то, он не может от этого. И мало того, что не может, еще его все родные и близкие от этого страдают, еще больше, чем он. Они его начинают лечить, они его начинают, что только хочется с ним делать, но это все тщетно. Потому что ему в детстве сказали, что можно чуть-чуть поколоться, а потом бросить. Мама тебя классно лечила. А вы там были, находились там или нет, когда она спалила дом? Нет, мы не находились там, мы, как бы, находились где-то в других местах, всех разных. Она просто выбрала такой момент, когда нас там нету. Это было редкий случай такое. Блин, и я бы, блин, вот ты знаешь, я такой экстремист. Если бы меня достали, я бы позабивал бы все эти вот двери, бы окна. Там не забить дело, там же. Это большое здание, хлебопекарня. Она 20 метров в длину, 10 в ширину, 2 этажа. В ней 20 комнат. Каждая комната внутренняя отделка, там, ну, не высший класс, ну, как могли делать. Мебель, аппаратура, там, телевизор, какие-то, монетофоны. Правда, правда, я сейчас хотел тебе сказать. Знаешь, мы вот такая цыган, цыган там бомбили, не бомбили. Ну, в общем, были у них, в кавычках, в гостях. И у цыган спрашивал уже. И я спрашиваю цыган, что с вами делать? А он говорит, не, я не торгую, я не употребляю. Цыган один сидит. Ну, не знаю, я у него, как бы, вены не проверял. Я говорю, а что с вами делать? Я говорю, что делать с теми цыганами, которые торгуют и... А он говорит, расстреливать их. Знаешь, классно? Он говорит, расстреливать их. Цыган, они одним видом жути гонят. Схерили, да? Блин, а тебе что? А тебе что ли сходить, а? Для того, как ты здесь? Все не надо, лицо не надо, со спины. Давай. Физический труд меня немножко подубивает в последнее время. Это лопата. Но она не моя, это не профессия, но не мое. Это просто призвание. Я поэтому... Не, ну ты язык помнишь еще, в смысле английский? Конечно, я хорошо помню. А, ну все, не вопрос. Я хорошо общаюсь в английском языке. У вас же интернет есть там. У вас же интернет есть. Сейчас же тебе не надо даже... Я не буду общаться в английском языке. Да, Влад, ну не вопрос. Все. Я не знаю, будут ли заказы поступать, но то, что ты станешь на учет, ну, в смысле, ты там, я тебе скажу как. Я обслуживался. Все, все, не вопрос. Не вопрос. Только ты знаешь, англичане приезжают и говорят с учителями, что мы не понимаем ваших учителей английского языка. У тебя как? Англичане тебя поймут? У меня, да, именно английская школа старая. Поймут, да? Да. Не, это не вопрос. Дальше что? А брат чем занимается? Он тоже в центре находится, в Луганске сейчас находится, на руководящей работе, принимает заказы с телефоном. Так это он тебя и направил, да, сюда? Нет, это я уехал просто, что нам нельзя было в одном центре вместе находиться. А чего два брата в одном центре? Ну, так по уставу нельзя было вдвоем находиться. Просто, чтобы, ну, пока бы не накипали никакие страхи. Мне так тяжело, конечно, расставание вот это все за пять месяцев. Ну, я думаю, все нормально. Видишь бы, все было просто. Так, подожди, Влад, когда отец умер, ты еще не употреблял? Ну, практически нет. Просто потом попал в депрессию. Рухнуло все, как говорится, драк, все время вместе. Ну, со спины давай, ты рассказывай. Все время были вместе, понимаете? Что-то надломилось, система рухнула своя, вот именно внутренняя. А мама? Пошло, поехало. Мама заболела диабетом, не лечилась просто долгое время. Да, ну, в принципе, она за отцом собиралась туда. Постоянно жить в такой атмосфере, вот именно, драунная была, жутко. Еще и получилось. Фатально вот так все произошло на тот период пока. Ну, я думаю, все будет хорошо, сейчас все налаживается. А что мечтаешь? Я мечтаю найти работу по специальности, по своей, именно по специальности. Именно переводчикам английского языка. Так ты уже можешь сейчас ее работать? Либо в газете. В интернете ты сейчас уже можешь работать по специальности. Я тебе посодействую, однозначно. Я бы с удовольствием. Да, я бы с удовольствием. У меня просто проблема в одном, что документы мои украли. У меня водитель третьего класса БЦ. Тихо, смотри, 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 что третьего класса БЦ. В смысле документы украли? Ну, украли при переезде. Ну, так восстановим тебе проблемы. Права БЦ в две категории. Ну, права я не знаю, там. Ну, диплом, по крайней мере. А паспорт? Паспорт есть, я сделал. Паспорт уже здесь? Налоговый код есть у меня уже готов. А чего нет? Ну, права там, по-моему, они же восстанавливаются. Права по утрате можно, в принципе, восстановить. А медицинская есть по правам? Нет, медицинская уже будет. Я вообще в шоке, блин, с этого листьевого. Балдик, ты на футболе, брата. Тихо, тихо. Нормально, нормально. Все в порядке. В порядке. Влад, что они тебя листьевым называют, а? Ну, это хорошие листьев, листьев это, это хорошее. Ладно, пойдем, потом. Прави, прави, все получилось. Нет, ты так поглядывай туда чуть-чуть, поглядывай. Одним глазом поглядывай, чтобы гол, чтобы за нас гол не запили. Из-за меня, вернее. О, все, Влад, у тебя есть уникальная возможность, передай привет своим родным. Брату родного в Луганске, передаю привет. Поздравляю с праздником. Я поглядываю, я поглядываю, давай. Все, все, нормально, я смотрю, я смотрю, я смотрю, как будет опасно. Чтобы все было хорошо и чтобы ему везло, Господь был с ним. Ты с Луганска, да? Я с Луганска, да. А родителям? А маме и папе? Нет, никому. У тебя нет ни мамы, ни папы? Нет. У тебя один брат? Один брат родной, Влад. А когда они у тебя умерли? Да, ну, не так давно. А, давно или нет? Ну, 5-6 лет назад. Ну, это как раз когда ты употреблял? Да. Я перепилю. Ой, довел их? А? Не, ну, посматриваем, посматриваем. Давай, 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 давай. Нормально, нормально, возвращайся, Влад. Все нормально. Расскажи о себе чуть-чуть. Мы там в автобусе только начали. Влад, я буду видеть. О, гол забил. Я буду видеть. Мне видно. О себе, пару слов. Ну, 79-го года я рождение. 79-го. Вот. Урожение с Луганщины. Луганская самка. 31 год мне сейчас. Закончил высшее образование имею. Специально с английский язык. Ниас. Очень неплохо. Сколько ты в Санкт-Петербурге? За рубежные? 5 месяцев. Уже 5 месяцев? Уже 5 месяцев. А футбол ты играл раньше? Футбол играл, да. А я смотрю, не бойся. Студенческий, да мне надо будет среагировать. Я смотрю. Вот. С детства моё, школьное. Ну, давай, в принципе, ты смотри и со спины говори. Рассказывай. Со спины рассказывай. Постой футбол поиграли, микрорайонам играли, домами. Ага. Детство у нас было нормальное. Ну, а когда начал? Ну, это всё обрушилось. Отец умер. У меня всех не спортировали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Между ног. Давай ещё. Ещё большой привет, Сашка. Уникально. Уже из Одессы, я в Одессе. Ты в Одессе. Ты мечтал попасть в Одессу, да? Это моя мечта. Было просто приехать, посмотреть на прекрасный город. А тут ещё упал такой шанс. Ну, я понял, мы в центре, это где-то прямо очень сильно в центре. О, наконец-то, наконец-то, размочили. Размочили. Как тебе Николаев? Николаев, приходите, гуляете по городу? Есть одно город? Ну, конечно, на рекламу ходим. Я был и на Советской был улице, и в храме был уже. Вот на прошлой неделе, наверное, на воскресенье в храм ходил в Господне. Какой вы храм ходили? Я точно не помню его название, но вот именно где супермаркет большой, площадь там была, центральная такая вот. А мы сегодня мимо проезжали как раз по Николаеву, где начальник ГАИ был, там стоял рядом. Вот этот большой храм такой, где народу много было. Вы ещё сказали, это начальник городского. А, ну понял, понял. На Садовой, на Садовой, да? Я в прошлом воскресенье там был на службе, ну и вербу взял там. Ага, ага. Мне понравилось. Мора, мора, порядок. Давай. Вот, ты не бойся меня. Ничего. Мы вместе с мамой, если че там, атакуют. А мы вдвоём. Я же сейчас. Мы вдвоём, мы вдвоём. Нет, вдвоём-то вдвоём. Ваня, ничего, передавай маме привет. Поскольку можно. Мама, привет. С футбольной командой Николаева. А чё ты не запыханный вообще? Так чё ж не курю. Ты не бегаешь, что ли? Не курю, почему? Ты не бегаешь, наверное. Рома, он не бегает, чё он не запыханный? В 20-й веди. Играет. Свободный. Давай, я выберу. Я помню минут 10. Так, пошла последняя пятиминутка. Последние пять минут. Последние пять минут. Первого тайна. Я уже сто лет не играл в футбол. Ты можешь лицом как бы туда смотри, а рассказывай. Хорошо. Я уже сто лет не играл в футбол. Ну, я имею в виду со студенческого периода в своей жизни, можно сказать. Это, ну, лет семь назад, наверное, где-то. Лет семь. Влад, а чё ты вот решил именно через центр бросить, что сам... Сколько тебе лет? Мне 31 год. Ты ж молодой. Я просто, ну, как бы... Почему именно через центр? Почему сам? Я просто, понимаете, я тогда поссорился с братом со своим. Получилось так, что я потерял с ним связь и потерял вообще... Мы были отдельно друг от друга. И самим было очень тяжело, как бы, бороться с этой реальностью. Ну, и у меня пошел полный крах всего, так сказать. Ты женат был, нет? Нет, не был не рад. Детей нет у тебя? Нет, детей нет. Пока, дай бог, я вообще в моих планах я хотел бы жениться уже, да. В Николаеве или уехать с Николаева? Да, в Николаеве. Мне в Николаеве понравилось. Нормальный город? Хороший. Надо тебе найти невесту тут. В отличие от Луганска, я, да, там что, ну, там просто он мне надоел, ну, как бы Луганс. В том плане, что постояло 30 лет, я был... Давай, давай, давай. Не могу, пожалуйста, подожди. Сто вас, родители! Хорош. Да.